Всем привет, это проект Альфа. Меня зовут Николай Фельдман. Сегодня у нас большая дискуссия, интересная. В пятницу Тарас Загородний, Тигран Авокян, Тигран на связи, Тарас в студии. Приветствую, джентльмены. Да, приветствую. Приветствую. Спасибо, что согласились принять участие в этой дискуссии. Она, на мой взгляд, вот как заявлено, бойкот для Сакара, это вот узкий очень вопрос, который не очень требует большого, глубокого обсуждения. На мой взгляд, почему? Потому что у нас есть позиция президента Зеленского, как бы еще от начала июля, который попросил сам, публично об этом заявил в Блумберг, как бы на весь мир, попросил сам Азербайджан позаниматься вопросом транзита на газ, транзита газа российского, получается, в Европу. Есть подтверждение этого всего, есть скрины у нас, вот мы тоже их посохраняли, можем показать, вывести. Точно так же в подтверждение этих слов, у Сула фон дер Ляйен, как бы это все сказала, после всего, сам Алиев это все подтвердил, что да, действительно, ко мне обратилась Украина и Европейский союз. И на основании вот этих обращений, и все это как бы было в медиа, в абсолютно основных украинских, не только, мировых тоже, Блумберг плюс Волос Америки, Deutsche Welle, все про это написали. Но странным образом, на исполнение этих, как бы, просьб и Европейского союза, и Украины, Саккар подписал договор о стратегическом партнерстве с Газпромом, реакция украинцев, бойкот для Саккара. На мой взгляд, в принципе, говорить, по большому счету, после даже вот этого вступления, по сути, не о чем. Но это если обсуждать узенькую рамку, как бы, ведь есть более стратегическая рамка, которую представляет, в частности, вот Тигран. Тигран принципиально против Азербайджана и Турции, всего этого вектора, турецко-азербайджанского. И поэтому, мне кажется, очень интересно проговорить, пользуясь этим моментом, действительно, вот эту высокую стратегическую рамку, а куда нам двигаться, надо ли нам вообще вот это все сотрудничество с Азербайджаном, Азербайджаном, ну и как таковой Турцией. Вот, это интересный главный вопрос, на мой взгляд. Тарас, что думаешь по этому поводу? Николай, но я должен сделать ремарку обязательно. Я не против Азербайджана и Турции, потому что я постоянно, долгие годы нахожусь в прямом контакте с турецкими политиками, с азербайджанскими оппозиционерами. Я выступаю против той политики, которую проводят Эрдоган и Алиев. Поэтому это очень важно отметить, категорически против политики Эрдогана и Алиева, но я не против Турции, не против Азербайджана, потому что я знаю множество турок, которые придерживаются совершенно диаметральных политических и геополитических позиций. Как и азербайджанцы. Принимается. Тарас, тебе слово, что ты думаешь? Нет, ну, смотрите, учитывая то положение, в котором сейчас оказалась Украина, у нас есть данность, да, есть Алиев и есть Эрдоган, есть их неополитика, которая там может нравиться нам, не нравиться, но я считаю, что, ну, это касается не только что Турция и Азербайджана, это касается многих стран, потому что, что история с Саккаром показала, что до сих пор, до сих пор наше общество, ну, не все общество, думаю, какая-то его часть, но достаточно крикливая. И прогрессивная в том числе. Я бы не считаю это прогрессивным, я бы назвал это более нецензурным словом, но учитывая то, что все-таки у нас цензура приличный канал, ну, я назову это мягким словом идиотизмом, инфантильным идиотизмом, то есть, которая воспроизводит ту матрицу, которая у нас была уже в нашей истории. Это 17-19 год прошлого столетия, УНР, директория, грызня друг с другом. А, это называется Петлюровщина, я бы назвал. Когда там сносится, когда Петлюров воевал против Скоропадского, когда большевики уже были на границах, которые не... То есть, были эти разборки идеологические, в то время как большевики, которые не обращали ни на какие внимания на разборки идеологические, привлекали те ресурсы, которые необходимы им были для победы. Ну, например, взяли и наняли старых, ну, не старых, а царских генералов, которых, в принципе, ненавидели. Но считали, что это нужно, потому что армию нужно было строить. Брусилов тот же, который известен всем, брусиловский, он же воевал за большевиков. И есть даже могила его, когда он умер, он все равно написал за царя, отечество там, да. Потому что большевики смогли объединить, в том числе царских офицеров, вокруг идеи единой России, да. То есть, это все равно там против интервентов, патриотизм и так далее. Дальше договаривались с теми, которыми, в принципе, могли быть ими идеологическими врагами, но были ценным ресурсом. Тот же Нестор Махно, который помогал большевикам завоевывать Крым, который потом тоже кончили, фактически, почти рядом с Крымом. Когда уже стали ненужными, они решили вопрос по-своему. Тут вопрос говорит о том, что, ну, иррациональное до сих пор у нас бытует. То есть, это касается не только вот истории с Азербайджаном, с Турцией, это касается истории с другими странами, в том числе. То есть, до сих пор нет понимания, что нету, в этом мире нет друзей, братьев и так далее. Есть, каждая страна любит себя, дружит за деньги или по необходимости там, да. То есть, либо исходя из своей политики. Поэтому, как бы, то есть, общее должно быть там понимание, что если есть страны, которые могут предоставлять ресурс, который необходимый для сохранения жизни наших солдат, для того, чтобы обеспечивать скорейшую нашу победу, это нужно работать над этим, а не заниматься вот таким вот чистоплюсом в отношении того, что там нравится, не нравится. Потому что, если исходить из этой примитивной матрицы, которая до сих пор у нас преобладает, вот эта зрада, перемога, то в такой матрице, ну, в принципе, у Украины все враги. Друзей вообще нету, партнеров вообще нет и так далее. И никогда не будет. Американцы – предатели. Они торгуют с Китаем, который помогает России. Китай тоже полный предатель, поэтому нужно отказываться, наверное, отказываться от «Мавиков», комплектующих, которые все-таки, если бы китайцы, думаю, сильно захотели, они перекрыли все входы-выходы, связанные с поставками в Украину комплектующие. Нидерланды, которые нашим дали нам F-16, тоже враги, потому что Нидерланды являются фактически таким мягким офшором для российского капитала вообще в Европе. И через него многие там, многие компании, посмотрите, где зарегистрированы многие компании в Европе. Вы удивитесь, сколько в Нидерландах, потому что это такой вот мягкий офшор, там упрощенные некоторые налоговые политики, которые позволяют это делать. Разведка Нидерландов слила информацию про то, кто подорвал северные потоки. Да, в общем, все враги. Поляки не пускают фермеров, тоже враги. Вот, то есть это абсолютно тупиковый путь, абсолютно инфантильная позиция, абсолютно инфантильная позиция, и поэтому я категорически против вообще подхода такого, связанного с этим. Ну, ты и это, кстати, вот сегодня Моди был. Моди вообще двойной враг. С Путиным встречался член БРИКС, помощи вообще никакой Украине не наградался. Так что, мы теперь Моди будем плевать в лицо? Я вообще предлагал плюнуть ему в лицо, показать фигу и показать чистоплотность наших порывов и так далее. Потому что, к сожалению, вот этот вот инфантильный идиотизм, он как раз и привел к краху УНР, в том числе, когда не искали союзников, не играли на противоречиях, а занимались там рубкой, какими-то там такими идеологическими вещами, которые не имели никакого отношения к построению фиксивного государственного аппарата, насильной армии, производства того же вооружения и так далее. Кстати, у нас тоже, как бы вот, еще раз показываю, то, что мы с тобой всегда поднимали вопрос собственных вооружений. Если бы сейчас, там хотя бы разрешили нашим экспортерам экспортировать оружие, для того, чтобы они приносили валюту в страну и налоги платили, они могут до миллиарда долларов только в первый год экспортировать. И на 200 миллиардов захватить этот, заплатить налогов внутри страны. Не надо же налоги тогда поднимать, оказывается, и многие другие вещи, связанные с этим. Поэтому я считаю, что это контрпродуктивное вообще мышление. То есть мы должны думать, в первую очередь, о себе, думать о том, как быстрее, качественнее привлекать ресурсы, кто бы не давал, потому что мир гибридный. Мир гибридный, и каждая страна защищает свои интересы. Эрдоган – президент Турции, он думает про Турцию, у него такая работа. И Алиев – это президент Азербайджана. Он думает о Азербайджане и исходит из своих интересов. Дружи, Тигран, врывайтесь, пожалуйста. Очень хочется знать теперь твою верхнюю рамку. Ты системно против политики этих господ Алиева и Эрдогана. Как ты считаешь, какой у нас выбор? Как думать нам о себе придется или нужно? На что необходимо обратить внимание? Дело в том, что любые общественные движения, направленные на какие-либо бойкоты, поддержку, либо сегрегацию каких-либо бизнес-направлений, сотрудничество, они никогда ни к чему не приводят, пока не являются частью мейнстрима, которые поддерживаются центрами взаимодействия интересов. То есть фактически есть медиаполе, которое формирует мысли населения. Если мы говорим в данном случае, мы говорим об Украине. Те, кто работает на этом медиаполе, те и формируют мысли населения. Те, кто пытается работать, всё зависит, кто за ними стоит. То есть нацелено ли это на успех, конечно, или нет? Есть ли для этого шансы? Для шансов необходимы финансовые влияния. Я не вижу, вне зависимости от перспективы движения по публикации материалов, расследований, касательно как работает САКАР, как не работает САКАР, как работают турецкие и азербайджанские структуры на территории Украины, я не вижу перспектив каких-либо развитий. Почему? Дело в том, что Турция и Азербайджан — это единственные два государства, которые системно работают на медиаполе Украины, начиная с 1991 года. Фактически, ну, не беря Россию, которая работала очень грубо, неуспешно и, скорее всего, себе во вред. То есть всё, что не делала Россия, это действовало против России. Фактически Россия работала в пользу Украины, используя весь тот мусор информационный, который вливался как раз в 1991 год. Азербайджан и Турция работали в рамках икорной дипломатии, скупая блогеров, скупая политические деятели, организовывая конференции, платя зарплаты, организуя путешествия в Баку и тысячи других аспектов. Поэтому они работали системно. Поэтому работать в медиаполе, данном, который есть сейчас, на противоборство этой тенденции — это бессмысленно, потому что, первое, это невозможно на данном этапе. И, во-вторых, нет заинтересованных сторон, нет игроков за пределами Украины, которые в этом заинтересованы. Фактически. Дальше. Когда мы говорим о Саккаре, необходимо смотреть шире, либо в Азербайджане. Намного шире. Дело в том, что Великобритания, которая оказывает максимальную поддержку Украине, а это страна, которая по уровню оказания стратегической поддержки номер один, не по объему, Великобритания недавно получила дополнительно 30% всех месторождений в Азербайджане Алиева. То есть, фактически, всё, что происходит, когда... Почему, например, Саккар себя хорошо чувствует в Украине? Не потому, что в Украине так любят Азербайджан. Я говорю о населении. Либо о властях. Не потому, что Азербайджан и Саккар так успешно, не только поэтому, коррумпируют различные социальные страты, которые управляют страной, которые управляют медиаполем. Дело в том, что необходимо понимать, что, если говорить очень примитивно, теперешний Азербайджан во многом, как и теперешняя Турция, это проект Великобритании, бизнес-проект Великобритании. Это логистика. Это энергоресурсы. И поэтому необходимо учитывать, что то, что происходит с Азербайджаном, то, что происходит с Турцией, во многом это воля Лондон-Сити. Если вот я очень упрощаю, говорю очень примитивно. И Украина не может с этим не считаться. Украина может не считаться с Турцией. Украина может не считаться с Азербайджаном. Ну, это определённые риски, определённые потери, определённые преференции, в зависимости, на кого идёт ориентация. В теперешнем положении Украины, когда стоит вопрос выживания, Украина не может не считаться с Великобританией. Поэтому выйдет на улицу миллион человек, или сто тысяч человек, или десять тысяч, или будут они, не будут заправляться в компании Сакар, это ни на что не повлияет, потому что есть глобальные политические решения, которые обеспечивают выживание Украины в условиях войны на уничтожение со стороны России. И без Великобритании подобное выживание просто невозможно. Вот это реалии, это взрослые реалии, о которых мы можем говорить. Потому что рассказать про Сакар я могу больше, чем рассказывают все ресурсы украинские, но это будет разговор ни о чём. Да, есть простые цифры. Сколько зарабатывает Азербайджан и 5-4% этой помощи отдаёт Украине. Но суть не в этом, суть в том, что Украина сейчас должна использовать любые возможности. Если Украина может получить что-либо от племён, живущих по полу Новой Гвинеи, чтобы победить в войне с Россией, она должна это делать. Если может получать от Азербайджана, она должна это делать. Вопрос состоит в ином. где будет Украина после победы? В какую интеграционную группировку она попадёт? Но я не буду, я думаю, будет время во второй, в третьей части моего выступления об этом поговорить, чтобы я не говорил слишком долго. Позиция понятна. Сиделья Кастро, который говорил часа. Добро, у меня вопрос простой. Нам вообще нужно продолжать транзит газа на твой взлёт? Ну, смотри, я считаю, я считаю, что энергетика это очень слабое место России сейчас. Сто процент. Очень слабое место. Почему? Потому что они не готовы к тому, что Украина им готовит этой уже осенью, зимой. Ну, начнём с того, что в Украине, вот они там вышибают нам энергетику и всё такое остальное. Всё-таки, какое-то там оживление, несмотря. Думаю, что россияне сделали глупость, конечно, что долбанули энергетику нам в апреле, потому что, если бы они это сейчас сделали, то учитывая тормознутость всё-таки некоторых наших правительственных чиновников, которые как минимум два месяца просто ничего не делали, всё-таки какие-то кто-то строит генерацию, где-то упростили всё-таки эти документы. Делайте, подключайте, что-то как-то по крайней мере происходит. Да, там, расширяйте импорт, децентрализируйте генерацию. Люди успевают закупиться Экофло, потому что говорят, что Экофло там уже выкупили до конца сентября, невозможно это, но где-то ещё есть. И так далее. Что это вот слабое место России, которое позволит выбить Россию с войны. Один из инструментов, потому что без переноса войны на территорию России это уже невозможно. Потому что не больше. Смотри, что уже Украина успела сделать. Несмотря на крики, стоны в Вашингтоне по поводу того, что оказывается нефтеперерабатывающие заводы из какого-то перепуга являются гражданской инфраструктуры, Украина своим оружием, опять же подчёркиваю, нам не давали это оружие. Я уверен, что как только мы начали бить по НПЗ, нам сразу начали разблокировать там помощи и все остальное, потому что Украина показала уже самостоятельность и показала, что она есть субъектом и приходится уже помогать. Дальше, что сейчас происходит? Удары по НПЗ уже достигли своей цели. Россия не, точнее, не возобновляет экспорт нефтепродуктов с 1 сентября, как это они планировали. Буквально 7 дней назад вышло там постановление правительства о том, что они его пролонгируют до 31 декабря. Это означает, что на внутреннем рынке уже создался некий вакуум и дефицит. Дальше, сейчас идут они в осень зиму, а зимы, как известно, в России холодные, в отличие от Украины, где может быть холодная зима, может не быть, скорее всего, будет теплая зима. Это уже вызывает рост цен на внутреннем рынке, в рознице это пока не видно, но это чувствуется. Дальше, Украина, она растет, смотри, вот под Ростовом вот СБУшники там долбанули базу, шесть дней горит, да? Да. Что-то, кстати, резко начали распродавать все нефтехранилища по какому-то причине. То есть, энергетика, энергетика, дальше, есть еще компрессоры нефтепроводов, газопроводов, теплосити, скорее всего, будет Украину, в первую очередь, в Москве выбивать, потому что нам, ну, представь себе, если в Москве будет выбито, например, газораспределительные эти станции, которые, а там ТЭЦ в Москве все на газу работают, и если там морозец будет, там минус 10, предположим, то мы увидим, ну, вот там зомби-апокалипсис, катастрофы в ЖКХ, операции в Курской области показали, что российская власть абсолютно не способна на что-то быстрое реагировать. То есть, если даже на военную угрозу, где есть линейные решения, ты дал приказ, ты там действуешь и так далее, то мы представляем себе, что там будет, и это создает повод для дестабилизации России. Вот, там еще идет, уже удары идут по химическим предприятиям, в Башкирии уже очень хорошие там идут, в Тольятти Азот, очень хорошее, такое сладкое предприятие, которое и удобрения производит, потому что русские, когда не было возможности экспортировать газ, они начали это все и удобрения переворачивать, ну там даже моржу больше стали зарабатывать, ну и Азот, это взрывчатка в том числе. Так вот, так вот, я сторонник того, что возобновление экспорта газа больше сейчас нужно России, чем Украине, потому что, ну там даже по деньгам смотреть, 800 миллионов, которые Украина зарабатывает, ну да, это деньги, но Россия 5 миллиардов, не жилет по сути на содержание нашей этой системы. Газпром, Газпром в огромных убытках. Дальше, газ для России, это все-таки инструмент политического влияния, газ для России, это инструмент расплаты за какие-то услуги, не только со Словакии, с Венгрией, Чехией, Австрией, и многими другими странами, это инструмент, опять же, влияния. Смотри, какой этот писк начался по поводу нефти Лукоила. Это же не означает, что Венгрия и Словакия не могут получить нефть. Все это фигня, они могут получить нефть, но Лукоил дает им по удивительному стечению обстоятельств, где-то там скидку 30%, который, скорее всего, туда и заложен интерес, там окружение Орбана, окружение ФИЦа, партийная касса, поддержка их аппарата. Орбан может всем рассказывать, что у него самые низкие цены на бензин, например, в Европе, в том числе, за счет этой скидки и так далее. Поэтому, учитывая реалии войны, я бы на год не проводил этот транзит газа, потому что, то, что я тоже интересовался энергетиков, это создаст проблемы больше для России внутри их системы, ну, просто технологической системы, потому что, ну, газ куда-то надо экспортировать, потому что, ты не можешь бесконечно, например, там, свои газохранилища наполнять, ты либо в воздух, либо останавливай добычу, а это тянет за собой тоже и издержки большие, как, там, потому что, там, газ там на Ямале, в экстремально низких температурах добывается, Ханты-Мансийский тот же автономный округ и так далее. Поэтому, с точки зрения давления на Россию, с точки зрения давления на Россию, я думаю, что экспорт не нужно восстанавливать. Окей, супер. Тигран, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, а почему мы не можем отказать, почему так складывается ситуация, что мы не можем отказать Европейскому Союзу в его просьбе организовывать транзит газа? Исключительно из-за интересов Британии? Нет, конечно, нет, конечно. Смотри, что такое Европейские Союзы и что есть современная Европа, которая поддерживает Украину? Вот что есть эта Европа? Это Европа левая. Это левая Европа с левыми политиками, с левой Урсулой фон дер Ляйден во главе. Для того, чтобы оставаться у власти левым, они должны финансировать те базисные основы, которые позволяют им оставаться у власти. Алиев, Турция, другие страны, которые имеют энергоносители, и Россия дают им возможность зарабатывать на поставке энергоносителей, чтобы оставаться у власти. Соответственно, они берут эти деньги и остаются у власти. Это левая Европа, которой другой Европы не существует. Вот есть Европа левая, и она дает возможность Украине выжить на сегодняшний день. Эта левая Европа питается тингами от диктаторских преступных режимов, таких режимов, как режим Эрдогана, режим Айлиева. Вот она на эти деньги живет. Это правда геополитики. Я говорю исключительно простыми дефинициями, чтобы зрители понимали, в каком мире они находятся. В этом мире нет черного и белого. Есть мир выгоды, мир выживания и реализация стратегий. Выбирают всегда наиболее успешную стратегию, не заморачиваясь моралью, либо какими-либо другими принципами. Теперь, что может сделать Украина? Для того, чтобы ответить на вопрос, что может сделать Украина, мы должны задать вопрос, какая Украина? Украина в качестве какой страны? Украина в качестве левого государства, Украина в качестве христианской европейской державы с традиционными ценностями, либо какая-либо другая Украина. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться от имени какой Украины мы сейчас начнем на этот вопрос отвечать. Николай, как ты считаешь, Украина после войны это какая страна? Я не знаю никакой Украины после войны. Может быть так, что Украина все время в войне еще лет 10? Кто знает? Ну, может и весь мир будет в войне. Это исключительно важный вопрос для того, чтобы ответить на эти вопросы. Если мы говорим от имени христианской европейской Украины, Украина должна вчера разорвать все отношения с Турцией, с Азербайджаном. Если мы говорим о леволиберальной Украине, то все нормально, потому что есть Урсула, которая спокойно берет деньги, и не только Урсула, и весь Европейский Союз, и все зарабатывают деньги на российском нефти и газе, на том, что Азербайджан и Турция работают прокладкой для России, на эти деньги ведется война против Украины, и она уничтожается. Поэтому здесь важно ответить, какая Украина отвечает на этот вопрос. Это очень важный вопрос, ключевой вопрос. Дело в том, что, смотри, после войны на Печерске будет построена одна из самых больших кафедральных мечетей в Восточной Европе. Приедет много замечательных интеллигентов, очевидно, я предполагаю, с Аркестана и Бангладеш, с Турции, с других стран. То есть будет вообще новый мир. Вот это будет новая Украина. Для этой Украины, о которой я сейчас говорю, для этой вариации все, что происходит сейчас, это идеально. И надо двигаться именно в этом направлении, еще более усиливать и Сатар, и сотрудничать с Азербайджанами, с Турцией. Если мы говорим об Украине, которая будет строить Европу наподобие Польши, в объединении с Польшей, между морей, где будет ограничена миграция, где будут поддерживаться традиционные европейские ценности, где будет поддерживаться украинский характер украинского государства, христианский характер, то для этой Украины все, что происходит сейчас, неприемлемо. Поэтому все зависит, с какой точки зрения смотреть, исключительно. Я не знаю, мы сейчас с какой точки зрения. В зависимости, какую сейчас для обсуждения Украину мы выберем, можно и давать оценки. Я предложил два варианта. Раз врывайся, спасай меня, я ничего не понимаю, что делать. Ну, я думаю, что это такое. Сарказм, да. Нет, ну, смотрите, опять же, я так не упрощал касаемо. Ну, мое мнение, то, какой будет Украина, ну, все-таки, учитывая роль армии, государства и в этом, ну, Украина будет леветь, но не в понимании европейском, а в понимании израильском, все-таки. Ну, например, Израиль построили социалисты, как бы там, ну, не означают, что там какие-то другие ценности и все остальное. Все-таки роль государства, армии, вот, как бы, она милитаризация, потому что Украине необходима милитаризация, потому что мы должны выйти из этого порочного круга, который Украина жила тысячелетиями из-за своего географического положения, потому что у нас нет на Востоке естественных преград, да, и у нас постоянно, постоянно была проблема в том, что мы левелялись либо частью какого-то, то есть, либо, там, венгры прошли там тысячу лет назад, что пустили, называется, там постоянная была постоянным полем для выяснения отношений между государствами, да, вот, как Киссинджер, очень хороший термин, да, в своей книге дипломатии ничейная земля, вот он восточную Европу называл ничейной землей, на которой, ну, условно, немцы, там, Австро-Венгрия, там, Пруссия и Россия выясняли отношения последние четыреста лет, в двадцатом веке это привело к тому, что Украина тоже из-за того, что было постоянной войны и не было, вот, были в части других государств, утратила, ну, минимум, 15 миллионов населения, минимум, это то, что так вот считать, это гражданская война, голод после большевиков, голодомор, потом Вторая мировая война и так далее. Поэтому задача Украины это быть самим центром, в первую очередь, через милитаризацию, это промышленность, это ВПК и так далее. Вот, искать самих газов, Украине много в действительности газа, самим ставать центром, субъектом, который будет заменять Газпром, например, потому что ни для кого не секрет, что Газпром систематически блокировал в Украине и добычу нефти, газа, скупались лицензии и так далее. В Украине, в принципе, очень много перспективных месторожений, даже сланцевые месторождения и так далее. То есть, искать вот эти вот вещи, которые позволят снизить зависимость, например, от энергоносителей. Поэтому в этом отношении вот как-то, ну, я не так вот говорил, там, христианское и левое, тут оно друг другу в действительности противоречить не будет. Ну, там есть, опять же, тут же Израиль, он же построен тоже на религиозном принципе, ну, как бы так вот. Поэтому я не считаю, что оно сильно будет противоречить. Тут те же традиционные христианские, я бы даже сказал, учитывая вот эту ситуацию с православной церковью в нашей стране, я вообще не исключаю рост интереса к протестантизму, например. Потому что кто куда будет уходить, как бы, вот запрещается московский патриархат, СБУшники там садят постоянно всех этих там митрополитов, кого находят, корректировщиков с этой церкви и так далее. Вот, поэтому не факт, что оно в таком формате. Касаемо, будет ли присутствовать мусульманский фактор? Ну, конечно, будет присутствовать. Как бы, конечно же, тут вопрос, опять же, польский вариант. Ну, скорее всего, мы будем тяготеть к польскому варианту, потому что для нас Польша, ну, вообще, как я считаю, что Польша как раз делает очень много правильно. Они, кстати, сделали выводы со своей истории, со своей истории. Они не хотят больше быть местом, где топчутся все, поэтому они и экономику строят, и 35 миллиардов в год, евро тратят на, ну, долларов тратят на оборону, становятся милитаристическим государством. Я думаю, что вот как раз вот матрица ближе к польской будет. Тут вопрос к тому, что левая, не левая или Европа, это опять же, оно то, что есть. Вот фондерляйн сейчас мы поменять не можем. Сменить левый тренд в Европе мы не сможем по многим причинам. То есть, есть устоявшаяся конструкция, которая строилась не год, не два, а строилась, ну, десятилетиями, я бы так назвал. То же самое это касается газа. Поэтому мы должны исходить из того, что есть. Вот, и поэтому я бы так вот не разделял, что вот христианское, не христианское. Тоже такой прямой не будет корреляции. Как раз вот ближе будет, я думаю, шок польской модели, только там католичество, у нас православие, скорее всего, протестантизм. Вот, я думаю, что Украина будет вынуждена тоже заниматься там, репатриацией своих граждан, как по израильскому принципу, в том числе. Может, льготы какие-то давать, может, часть от недр какой-то будет фонд создан и так далее. То есть, Украина сама по себе должна быть более самостоятельной во многих решениях. В первую очередь, максимально независимой в военных решениях. В военных решениях ВПК, тем более, что база есть, ВПК, оружие, продовольствие, энергоносители, энергонезависимость. То есть, в принципе, Украина есть, вот там, кто-то, если говорить по тому же газу, есть еще недоиспользованный ресурс того же биогаза, других технологий, как отходы аграрного производства. То есть, Украина в действительности может быть и не нужна будет дилемма, где покупать газ в России или в Азербайджане, либо, то есть, по-турции. То есть, Украина сама должна быть самостоятельным, человеком, который сам будет сидеть на кране и определять, кто, где, что и как должен говорить и в каком направлении. Поэтому, ну, та Европа сейчас такая. Да, не Тэтчер, да, не Гельмут Коль, да, но они тоже были продуктом все-таки холодной войны. И более того, даже во время холодной войны все-таки там были достаточно левые политики, тот же Вилли Брандт, который объявил новую политику в отношении тогда Советского Союза. Вот. И так далее. Поэтому, я бы вот с такой точки зрения рассматривал, а не с точки зрения там христианской и не христианской. Ну, мы не можем отказаться, например, от сотрудничества сейчас с Турцией. Оружие поставляют, флот строят, корабли российские не пускают в Черное море, хотя согласно Доктрине Монтре они это не обязаны делать, потому что войны формально в Черном море не существует, потому что в Доктрине Монтре именно есть такой термин война. Есть там определяется безопасность для черноморских и не черноморских государств, да, и вот я там очень внимательно почитал Доктрину Монтре и хочу сказать, что Турция могла бы пустить, например, Черноморский флот и тогда вопрос, что бы было бы с Одессой очень стоял бы очень остро, но они этого не делают, потому что у них есть не обязанность, но они приняли политическое решение так поступить и этим ресурсом мы тоже должны быть пользоваться. ну то, что они, конечно же, торгуют с Россией, это вообще ни для кого не секрет, да, ну и Индия торгует с Россией, вот которая сегодня там моде приезжала и так далее, то есть мы должны принимать реальность и игру всех игроков, которые находятся в более выгодном положении, почему, потому что на нашей территории идет война, а на их территории война не идет, вот возможно, когда, там, после войны, когда у нас будет совершенно другая ситуация, где-то в другом регионе будет идти война, но мы тоже, думаю, цинично будем торговать так, как уже, как торговали, торговались в том числе за счет Украины, либо торговали миротворческими услугами вокруг Украины и так далее, поэтому я с такой вот точки зрения исходил, что да, это левая Европа, да, мы ничего с этим сделать не сможем, вот, и еще неизвестно, насколько будет опасным поправение Европы, вот этого вот не знаю, вот в чем проблема, например, сейчас многие, знаете, смеются над Германией, так как они вот, ну, там, себя ведут, там, орла налетают, они ничего не делают, и говорят, ну, что же вы так вот себя вот ведете, там, непонятно, а я вот думаю, знаете, может так и лучше, потому что в первые два раза в 20 веке, когда Германия была пожестче, это очень плохо закончилось, да, поэтому в этом связи, как бы, ну, как оно есть, как оно есть, но опять же, моя позиция, моя позиция в отношении энергоносителей, либо не сильно сопротивляться, чтобы сильно тебя поуговаривали, чтобы был этот транзит, да, вот, и брать за это максимально ресурса в обмен, это, ну, в данном случае, опять же, учитывая ситуацию, которая есть, это больше России нужно, вот, больше России нужно, чтобы у них и энергетика, и система работала, и так далее, потому что Украина, в принципе, есть опыт Украины, работы газотранспортной системы в реверсийном режиме, это было в 2006 году, когда Россия перекрыла нам газ, тогда закачивались как раз вот с наших хранилищ на западе Украины, и, ну, я бы, по крайней мере, попробовал поторговаться, если нет, если будут там все нагибать, там, та же Британия, те же немцы, то я бы выбивал больше с них ресурсов, но тогда долгосрочные кредиты на лет так 100, например, сразу выписываете на 100 миллиардов евро, например, там, да, которые мы можем использовать туда, куда нужно, то есть это вам нужен газ, там, да, если там пополнение партийное, еще раз скажу, российский газ, российский газ, это инструмент в том числе коррупции, он используется для коррумпирования Европы в том числе, поэтому, если нет возможности остановить поезд, да, ну, в идеале, конечно же, Украине, я думаю, в данном случае лучше остановить этот поезд, хотя бы на полгодика, например, по крайней мере, пока там зима будет, там, поторговаться до первого квартала, вот мы не знаем, убить по энергетике, смотреть, что там будет происходить, выбивать им, выбивать им компрессоры, например, на газопроводах, а потом сказать, когда компрессоры на газопроводах не будут работать, мы готовы возобновить транзит, а что не получается у вас, мы же не знаем, что у вас так все случилось, то есть это тоже игра, но, опять же, в идеале, если говорить, то есть мы не, ну, там, Европа, опять же, им помогает, да, у Европы есть возможность здесь газ получить в другом месте, американцы, я думаю, им подкинуть газа, это вопрос не в этом, но тут же, опять же, вопрос, как с Венгрией, со Словакией, они же хотят по другой цене получить, чтобы получить там свою маржу, кормить своих избирателей, ну, объясняйте своим избирателям, что теперь жизнь подорожала, у нас идет война, мы платим за это, то есть это теперь не наши проблемы, а ваши проблемы, и их решайте в том числе. Тигран, я думаю, если строго отвечать на твой вопрос, в Украине практически никто не будет готов реально на него отвечать, ну, в большинстве это точно не будет, вот прямой ответ, мне кажется, это является важной проблемой, когда нет матрицы, ясной матрицы развития написанной, ты понимаешь, что когда у тебя нет плана жизни, то тебе некуда идти, ты живешь ситуативно, в рамках коротких ПВК, пространственных контейнер-тактик, это очень важный вопрос, на который в Украине, и не только в Украине, в каждой стране, где вопрос не только в Украине, когда-либо необходимо ответить, ясная концепция развития, целью указания, стратегия реализации данного целью указания, вот, в принципе, что я хочу сказать, дело в том, что на условный Саккар, я сейчас говорю не о нефтяной компании, а глобально, о Саккаре, о Азербайджане, об уходе от страны России, зарабатывании денег, ответы будут даваться Соединенными Штатами и Великобритании, дело в том, что англо-саксонский мир имеет два лидера, это США и Великобритания, это банальная истина, и дело в том, что эти лидеры обмениваются концептами, и когда нету кардинально, когда концепты Великобритании и США плывут в одном канале, в одном панамском канале кораблики, тогда эти концепты имеют право на жизнь, нету споров, если, например, британский корабль выходит далеко, его возвращают обратно в канал, так как США банально сильнее. Но США считается с позиции Великобритании, Великобритания очень мощное, очень серьёзное государство, одно из ключевых государств в мире, несмотря на свою маленькую территорию, это необходимо учитывать. Великобритания проводит операции на всём земном шаре, это тоже необходимо учитывать. Что мы имеем сейчас, касательно будущего? Дело в том, что сейчас Путин прилетел в Баку, он выставил ультиматум перед Ильхамом Алиевым. Он потребовал от Алиева, чтобы он немедленно начал войну и открыл для России коридор в Турцию. Ильхам Алиев боится начинать войну, потому что ему это запретили Соединённые Штаты Америки и Франции. И Турция не очень уверена, что эту войну необходимо начинать. То есть в Турции есть мнение как «за», так и «против». Если, например, Ильхам Алиев начнёт эту войну, вполне вероятно, что азербайджанское государство рухнет и вообще не будет никакого вопроса, куда отправлять газ, и нечего будет отправлять ни газ, ни нефть. Если он не начнёт эту войну, Россия может дестабилизировать ситуацию в Азербайджане, используя северо-кавказские меньшинства на севере, и гвардию кадыровцев, которая успешно будет передистанцирована в северную часть Азербайджана. То есть Азербайджан в сложной ситуации, находясь между Ираном и Россией. И сейчас Путин потребовал от Алиева начинать войну и открывать коридор в Турцию. Для того, чтобы Россия зарабатывала... А через Армению имеется в виду войну? Ну, конечно, конечно. Суть в том, что необходимо открыть коридор через южный кусочек теперешней республики Армении. Соединённые Штаты против открытия этого коридора. Здесь Армению никто не спрашивает. Есть позиции США, которые против. Есть позиции России, которые за... И Россия, благодаря... Россия требует долг за проведение совместной операции напереду, за два года, в торжении в Украину. Дело в том, что... Ведь операция была проведена для обеспечения логистической связки через Турцию и Азербайджан. Заплатили за эту территорию армянскими этническими территориями, не признанной Нагорно-Карабахской республикой. И вот сейчас Россия требует долг за эту великую победу. Россия, которую Россия и Турцию обеспечили Азербайджану, о чём говорил неделю назад Эрдоган, о чём постоянно говорят в России, Россия требует от Азербайджана плату. Плату — это пробить коридор. Азербайджан получил ясные предупреждения из Соединённых Штатов и из Франции, даже и из Индии, даже не пробовать пробивать данный коридор. И сейчас в Азербайджане сложная ситуация. От того, какое решение примет Алиев, будет очевидно то продолжение войны в Украине, которое мы увидим. Это глобальное решение, которое повлияет больше, чем 10 соглашений с Аккар или отсутствие соглашения с Аккар или транзит газа. Это то, что мы имеем на сегодняшний момент. Очевидно, что времени для принятия решения у Алиева очень мало, потому что его мало у Путина. Очень мало. И здесь есть одно важное обстоятельство. Дело в том, что у Великобритании есть концепт возвращения в большую политику. Есть данный концепт. Данный концепт называется Туран. С помощью замены России на Туран Великобритания видит возможность. То, что мы видим на карте сейчас, как Россия, там будет просто написано Туран. Это будет другое государственное образование. И таким образом остатки европейской части будут каким-то образом России интегрированы в Европу. Великобритания видит формат возвращения в большую игру. Новый проект. Вопрос в том, что в Соединенных Штатах нету поддержки данного проекта. То есть его как бы не мешают реализовывать, но не позволяют совершать определенные действия, которые могут ускорить его реализацию. И вот реализация данного проекта, если он начнет реализовываться, она однозначно повлияет на судьбу Украины. И если Украина к тому времени не успеет найти понимание общего развития концепта с Польшей, то в принципе там судьба будет достаточно однозначной Украины. Дело в том, что мы должны понимать, что необходимо репатриировать насильственно изгнанные с Украины тюркские меньшинства. По приказу Эрдогана таких тюркских меньшинств будет несколько миллионов. Это не проблема, которые найдут свое происхождение. Ну и много других факторов. Мы видим, как работает гагаузский фактор сейчас. Гагаузию не трогают и Приднестровье, только потому, что Турция не позволяет. Иначе давно была бы проведена операция. И Румыния тоже против, потому что Турция просит ее быть против. То есть работает очень сложный концепт, о котором широкие массы аналитиков и блогеров в Украине не имеют ровным образом никакого представления. И даже понимания. В действительности... На самом интересном месте. Интернат пропал. Да, я здесь. Я здесь. Вернули. Поэтому дело в том, что геополитическая картина сложнее, чем только уровень решений внутри Украины. Какие бы решения Украина не приняла, есть еще несколько центров взаимодействия интересов, которые будут принимать решения, которые будут непосредственно влиять на все события, связанные с Украиной, кардинальным образом. И вот на эти центры Украина повлиять не может. Украина может быть и либо сильной, и успешной перед вызовами, которые есть, либо слабой и неуспешной. Украина может защитить свою территорию демографически и миграционно, либо не защитить. Украина может работать в соответствии с наличной матрицей реализации военно-стратегического и политического планирования, либо не имея оной. То есть вот какой выбор у Украины. То есть надо делать свои... Есть такое выражение, я могу ошибиться по памяти, потому что я его никогда не употребляю, но кажется, треба рубит и свое. Украина может это делать, может это делать, или может это не делать. То есть от этого будет зависеть и результативность страны. То есть при любых обстоятельствах можно быть эффективным и неэффективным. Вызовы от этого не изменятся. Но ты, как ты будешь вызывать, выживать в этих вызовах, и в каком ты будешь положении, вот это очень важно от того, что ты будешь делать. Вот все, что я хотел сказать. Да, тут, мне кажется, мы вообще стратегическую рамку подняли на максимальные высоты. Нет, ну это то, что опять же, это не противоречит то, что я до этого говорил, надо... Чем больше у тебя оружия, ракет 2-3 тысячи километров в дальности, тем как-то спокойнее ты себя чувствовать будешь в данном случае. Не, я согласен, там вопрос этих концептов, риски, о которых говорит Тигран, они существуют. Тем более, что у Украины есть зависимость, Турция, это связано с Босфором. То есть это первое. Второе, тут понятно, что с Польшей надо в любом случае выстраивать стратегические отношения, тут без каких-либо даже комментариев. Я считаю, что надо там прекращать все эти исторические дискурсы, кто куда, в каком, кто виноват в развале Речи Посполитой и в Гаджической унии, как тоже любят вспоминать в Польше и все остальное. Тут это тоже ошибка Украины, потому что мы не втягиваем поляков в совместные экономические, в первую очередь, проекты связаны с транспортными коридорами, с совместным производством военной техники, ракетной техники, например, авиастроение и все остальное. Тут как бы, я тут согласен с Тиграном, что, конечно же, нет понимания, вот как мы, в первую очередь, с поляками выстраиваем отношения, потому что там риски, которых, он говорит, конечно же, существуют, но, возможно, оно и не произойдет, потому что, а какими силами Россия будет заставлять Азербайджан это сделает, например, там, да, ну, да, чеченцы, теоретически, но посмотрим, как это будет сделано, потому что все-таки, ну, Азербайджан может, думаю, что армия может с ними справиться, может, как-то качать будет, но тут, я думаю, что не просто выжидать будет, просто выжидать, смотреть, тянуть время, тем более, опять же, идет осень, а Россия после Курской операции показала, сильно подорвала свой престиж, как государство, которое способно вообще на кого-то давить, которое способно реализовать что-то, потому что, смотри, вот это очень показательно, насколько верили незыблемость России как государству, и то, что будет все хорошо, это вот мирный план Китая, в каком положении сейчас оказался Китай, который нарисовал хороший мирный план, ну, в их понимании, согласовал, как они сказали, со 110 стран, один из пунктов, который звучит, что нужно останавливаться на линии соприкосновения, фактически, теперь этот план звучит, как фактически, планом расчленения России, потому что, они же не думали, что Украина будет на территории России, ну, по поводу Приднестровья, я думаю, что это, пока такой, не утрясли момент, но я думаю, что вопрос Приднестровья будет решаться, потому что Украине нужно решать вопрос, своей стратегической стабильности, потому что, чтобы на наших регионах, на наших, на нашей границе не было вот этого анклава, ну, Гагаузия, она за Днестром, там, я думаю, что там не будет этот вопрос решаться, но вот, касаемо Приднестровья, я думаю, что все-таки операция там будет, проведена, вот, тонкое место, которое Украине необходимо решать, вот, и, это очень много освободит, в том числе, ресурсов, которые находятся у нас на том регионе, удар по России, тоже, опять же, престиж и возможность влиять на Молдову, я не думаю, что тут Румыния будет совсем против, когда будет этот гнойник убранный, потому что они все-таки считают, что это ихняя территория, они будут, как бы, это вопрос переговоров, не, я не скучаю, что может быть такая позиция, но это пока Украина не вышла с каким-то интересным предложением, и докажет, что она сможет его реализовать, так же, как и по территории Беларуси, то же самое касается, конечно же, все эти риски существуют, но, опять же, тут зависит от внутренней силы Украины, в первую очередь, связанной с максимальной независимостью локализации производств собственного ВПК, чтобы мы не зависели от многих позиций, позиция Британии, конечно же, я согласен, что, конечно же, таких концептов, Британия, это чуть ли не единственная страна Запада, которая искренне хочет распада России, вот это 100%, потому что в действительности возвраты в большую игру разными инструментами, и Украина, что так они так тоже заинтересовались Украиной, вот, это и Украина, возможно, там Турция, Азербайджан, и другие страны, там, да, то есть я, конечно же, это, это, в общем, в их стиле, ну, все-таки люди построили самую большую империю в мире, то есть, на пике, на пике Британская империя составляла 34 миллиона километров, это квадратных километров, это в два раза больше ниночной территории России, и поэтому, не исключаю, что это может быть так, да, это может быть позиция, но, опять же, если следовать, там, слушать, что тебе все будут говорить, там, например, не забирайте Приднестровье, ну, ну, не забирать, в смысле как, выбивать оттуда Россию, а через неделю отдать Молдове, законным властям вернуть назад, наша же задача, чтобы там российских войск не было, не было складов, и не было угрозы со стороны Приднестровья, поэтому, опять же, многое зависит от позиции, там, понимания того, как решать военные вопросы, и поэтому я все-таки не исключаю, что именно Приднестровье, несмотря, если есть какие-то, не, смотри, возражения есть всегда у всех, у Эрдогану может что-то не нравится, там, да, связаны, там, с Приднестровьем, ну, да, ну, там, я думаю, что американцам вообще не нравится, что они поддерживают Украину, они давно уже, этот, с удовольствием, с удовольствием, как я говорю, самая комфортная линия поведения любого политика, в том числе западного, в войне России против Украины, это сочувствовать украинцам в концлагерях, пилить деньги на помощь беженцам украинским в Европе, да, и спокойно торговать с Россией, ну, Украина имеет свое видение того, что есть, и, ну, тут пока, нет, экран, да, вопрос ты задаешь концептуальный, правильный, но, тут вопрос, я не думаю, что сейчас, во-первых, есть интеллектуальные силы, которые способны это решать, это раз, второе, у нас будет, действие Украины будет исходить из, первую очередь, военной необходимости в краткосрочном периоде, а военная необходимость, но сейчас, например, я вижу, заключается в том, что найти слабое место, в первую очередь, России, обеспечить сокращение линии фронта, у нас линия фронта, это и граница с Молдовой, и граница с Беларусью, поэтому я не исключаю, что будут решаться, ну, в ближайшее время, эти два вопроса, и в Беларуси, и в Приднестровье, несмотря на, конечно же, мнение уважаемых людей, но я думаю, что уважаемые люди, они находятся далеко, а Тирасполь, например, находится всего 20 километров от украинской границы, если по прямому идти. Тигран, я хотел бы у тебя уточнить один вопрос, в финальной части нашего эфира, на твой взгляд, мне кажется, очень важный этот вопрос, на твой взгляд, какая, насколько тесной должна быть интеграция, на твой взгляд, Украины и Польши? Ну, я скажу сейчас, много об этом говорю, и, в принципе, говорил об этом с высшими должностными лицами Польши, и теперешней Польши, и новой каденцией, неоднократно лично, я очень тесно всю свою жизнь связан с Польшей концептуально, потому что являюсь сторонником с юных лет концепта объединения Польши, Украины, Литвы, и в будущем освобожденной Белоруссии в единое конфедеративное образование с признаками федерации, как военной, политической, экономической. Это моя позиция, я никогда ее не менял, и с конца 90-х годов 20-го века открыто ее выражал в Киеве на всех конференциях, семинарах, и в принципе будущее-то в те годы, в конце 90-х, тоже на государственной службе, я об этом говорил открыто, это была моя позиция, ничего не изменилось, я однозначно являюсь сторонником подобного государственного образования. Я хотел бы, чтобы зрители обратили внимание на следующий факт. Сейчас Россия проводит очень успешную операцию в Грузии. Полтора года назад я рассказал о том, что достигнута договоренность, были проведены ряд секретных переговоров, были достигнуты договоренности вернуть Грузии, Абхазию и Южную Осетию взамен на вхождение в Грузию с формальным сохранением признаков независимости в состав Российской Федерации. Грузинские власти дали на это добро, мы являемся свидетелями этого процесса. В этом месяце и в начале следующего месяца возможно военная операция в Армении по свержению действующей власти с опорой на очень серьезную российскую агентуру в Армении, потому что Россия передислоцировала несколько сотен только за последнее время своих сотрудников трех силовых структур секретных разведывательных в Армению и там у русских очень серьезная есть как бы поддержка в виде агентуры, не в виде народа. Если население категорически не поддерживает Россию, то представители бывшей власти, представители пророссийского бизнеса безусловно имеют ресурсы и вот этот месяц у России запланировано помните фильм такой был советский обороне Мюнхгаузене, когда по плану у него был несколько героический подвиг война с Англией, героический подвиг вот в России план окончательных захват Армении и Грузии с сегментарным применением вооруженных сил Азербайджана либо без. Если данный план проваливается, то тогда уже у России остается единственный инструмент это прямое применение азербайджанской армии, что тоже очень непросто, исходя из позиций США, дело в том, что Армения сейчас находится в пуле тесного взаимодействия с США и Францией, теснейшего и Индией. Там очень сложный регион, это несколько часов нужно говорить, что там ожидается. Касательно Пренестровья, ну если Украина будет настолько императивной и субъектной, что сможет преодолеть Вета, Эрдогана и нежелание Румынии и проведет операцию в Пренестровье, это коренным образом влияет на ход боевых действий. Во-первых, исчезнет угроза Запада, во-вторых, можно будет перебросить вооруженные силы, которые там находятся на фронт. Ну и другой вопрос, я вот обсуждал этот вопрос за год в частном порядке, потому что я никого кроме себя не представляю, в частном порядке обсуждал вопрос размещения французских войск еще полтора года назад на границе с Белоруссией, потому что Украине нужно разместить войска на границе с Белоруссией, иностранные войска, для того, чтобы забрать свои резервы и использовать их на фронте. решение Приднестровской проблемы, решение проблемы белорусской границы, возможность организации Европейским Союзом и США без участия Украины, охраны западных границ Украины с Европой, формальной охраной, позволит Украине получить те боеготовные части в состоянии высшей боеготовности, которые позволят Украине внести коренное изменение в ход боевых действий. А России противопоставить нечего. Мы видим, что сейчас происходит в России. Захват очередного ИТК. Подобные события будут происходить лавинообразно, я неоднократно об этом говорил, потому что есть острый диссонанс когнитивный между строительством русского мира и наличием нерусского существенного населения в России, который Россию будет взрывать. Конечно, если бы наши партнеры приняли решение соответствующее, но они не хотят принимать это решение, значит, не надо. Это надо Украине. То Северный Кавказ взорвался бы уже вчера. Татарстан и Башкирия взорвались бы уже позавчера. Там есть агентура, там есть силы, там есть возможности. Не хотят принимать данное решение. Когда есть примут, совершенно всё будет по-другому. По поводу Польши. Для меня единственная возможность Украине выжить в качестве Украины и не стать частью Турции. Это интеграция Украины с Польшей. Это моё субъективное мнение и мнение моих коллег в Европе, с которыми мы работаем. Потому что других для Украины возможностей не стать Турцией после победы, потому что вы ещё увидите инициативы Эрдогана, такое планирование существует, когда турецкая армия будет спасать Украину и станет напротив русской. Вопрос в том, что окажется за спинами турецких солдат и останется ли что-либо в этой Украине от Украины после того, как здесь станут турецкие солдаты, после того, как произойдёт репатриация тюркского населения, которое было выселено из Южной Украины и Крыма для восстановления справедливости. Там вопрос вернуться гагаузы, вернутся крымские татары, которых три миллиона в Турции, надо будет, пять будет, я же говорю об этом. Это очень серьёзные вопросы для выживания Украины. Если Украина не будет серьёзно относиться к этим вопросам, соответствующее будущее будет у страны. Вот всё, что я хотел сказать. Хорошая рамка джентльмена, я думаю, она намного выше, чем кто бы то ни был, если бы зашёл на наш эфир, в котором написано, нужен ли бойкот Саккару. Поэтому то, что Тигран говорил, тут всё упирается в том, что для того, чтобы Украине ещё один выбор, это скормить быстрее России и Турции, например. Пусть занимаются Россией. Тут вопросы, мы как раз говорим про эти все процессы, могут ускоряться как раз этой осенью. Если Украина начнёт активно работать по энергетике, представь себе там выбивается, опять же, начинает мёрзнуть Москва, предположим. Понятно, что там пол-России сбежится просто грабить Москву, потому что ненависть к Москве есть. Кадыровцы прибегут Рублёвку, Гаадави. Тот же фактор, связанный с таджисским, которым они там активно гоняют все эти мусульманские меньшинства. Там как раз то, что ты говоришь, это опять же дана-не дана команда. Тут Украина опять же будет говорить, так ну не давайте команду, мы поставим это перед фактом, да, вот и будем помогать, потому что нам нужно, чтобы Россия была выбита из войны. Нам нужен хаос, нам нужно хорошее гражданское. Почему они не дают команду? Потому что стратегия США всегда заключалась в том, чтобы Россия была единой неделимой, им так удобно. Тут наши интересы не совпадают, да, ну никак не совпадают. Украина, опять же, возможности, возможности Украины по нанесению ударов по энергетической структуре, вот год назад, год назад, мы даже себе представить не могли, что в один день, в один день накроют аэродромы, нефтебазу, в Волгограде Су-34, Воленье будет прилетать к этим долбанным МиГ-31. Часть Курской области захвачена. Часть Курской области захвачена, поэтому правильно, если слушать, что тебе говорят и вот смотреть спокойно, что будет делать Турция, конечно, так вот и будет, да, полностью согласен, но когда ты поставишь перед фактом, конечно, мы понимаем, что вы не хотите, а вы никогда не будете хотеть, потому что тоже не нравится появление нового субъекта, который скажет нет и влупит там, где надо, тогда вопрос появления турецкой армии тоже у нас, тоже будет очень сильно-сильно думаться, будет она, а может оно его нафиг связываться, да, и так далее, потому что, да, можно же пойметь и проблемы очень большие, поэтому в данном случае, как бы, все, все зависит от активности Украины, субъектности, ударов, я говорю, для того, чтобы спасти себя, нужно отдать более крупную тушку, вот кем будет заниматься Турция, например, Россия, которая будет, ну, просто огромные пространства, тот же Туран, он же распространяется куда, это же как бы Якутия, Якутия же тоже у нас считает, да, вот идите занимайте Среднюю Азию, у вас чем заниматься, Азербайджан, я думаю, будет ждать, я думаю, что они как раз будут ждать, что будет происходить этой осенью, потому что ты говоришь, я согласен, что у них есть правила, эти планы на Грузию и Армению, опять же, все поменяла Украина, после атаки в Курской области, когда видно, что у них просто уже сил не хватает на какие-то там операции, да, возможно, операцию будут в Армении делать, но опять же, они идут в осень, смотри, сегодня уже что у нас, 23 августа, да, мы все-таки южная страна, у нас потеплее будет, у них уже скоро начинается холода, вот, и дальше это все зависит, когда у тебя там вот эти вот ИТК захватывают, Белгород начинает замерзать, там точно начнутся протесты, начнутся беспорядки не из-за того, что там, ну, власти нет, все же чувствуют вакуум власти, вакуум власти-то появляются все, кто, вспоминая все былые обиды, как таджиков гоняли по рынкам, так вот, как и все остальное, как узбеков там гоняли, как издевались над другими, вот русским выставят счета, вот как бы это Украина может стимулировать, я думаю, что Турции будет чем заняться, а мы пока будем решать вопрос Беларуси, кстати, я считаю, что не войскам Беларуси, я думаю, что военная операция должна проходить в Беларуси, потому что Лукашенко сильно перепугался, он понял, что защищать в принципе некому, если русские не готовы вот так вот защищать свое государство, и вот просто аморфно относятся, то что будет, если там появится полк Калиновского, белорусы точно не будут вписываться за Лукашенко, ни за каких обстоятельств, даже если его там будут вешать на площади Минска, тем более, что, напомним, он у нас непризнанный президент, он фактически на штыках русских пришел, Георгийный реалитет, им пообещает, что, ребята, вы два дня просто трубки не берете, да, Украина не будет вспоминать, например, чем вы занимались в феврале 2022 года, потому что нам тоже нужно выбить Беларусь из сферы влияния России, потому что согласен, что нам нужна вот эта вот конфедерация, которая установит новые вообще правила в Европе, потому что Восточная Европа впервые за 500 лет станет субъектной, вооруженная, с понятными вещами и так далее, на нашей территории не будет тоже выяснять все отношения, а нравится ли это Западной Европе, тоже не нравится, ну это такое, нравится, не нравится, как говорил другой плохой человек, но мы должны тоже понимать свой интерес, и тут опять же, чем сильнее будет Украина, тем меньше будут дурных мыслей у наших соседей, по поводу того, что вообще что-то тут можно делать, какие-то десанты высаживать и так далее. Да, карта Великого Турана, опубликованная вот одним из турецких изданий, там 10 регионов в России вошло, но плохая для нас новость, и чаще же и Украина, да, Гагрузия тоже получает. Не, ну понятно, там без соня, ну это да, это же российские, это же... Это турецкая история. Да, не, ну понятно, не, ну картинки хорошие, как бы, ну знаю, Россия же тоже хорошие картинки рисовала, как они вот туда будут, заходи сюда, все-таки море есть. Ну это же не мы рисуем эти картинки, это же они там в Турции чего-то рисуют. Мы тоже рисуем картинки. Ну все, все зависит от субъектности Украины, организации государства, а то, что Украина смогла провести Курскую операцию так, что, а, во-первых, никто об этом не знал, догадывался, но не понимал, что оно будет, что это было шоком, это говорит о том, что с этими пацанами нужно быть поосторожнее, потому что где-то всплывут, потом будет плохо, лучше не связываться. Кто и узнает, что они еще задумали. Поэтому, да, клепать ракеты, короче, на 2-3 тысячи километров, и я думаю, что меньше зависеть, в том числе, по военной технике с Турцией, я тут согласен. Кстати, поляки, например, не хотят зависеть по военной технике от немцев, если обратить внимание, они не покупают, потому что о чем-то догадываются, они берут американское либо корейское оружие. Строить, да, строить вот такую позицию, политику, и тогда, конечно же, никто не будет думать, даже искать репатриантов и других людей, которые будут, как они думают, заселять нашу территорию. Да, согласен. Дело в том, что вот Индия как раз может стать тем инструментом, Да, кстати, Индия, кстати, как раз вот очень, там, очень, кстати, очень правильно подмечена. У нас интересов с Индией очень, кстати, очень многие. Там и по военной технике, может быть, там они и готовы на часть нашей промышленности, покупать, имеется в виду продукцию. Там же интересная история, в 2014 году закрылся фактически проекты в России по судостроению, потому что все силовые установки делаются в Николаеве. Вот Машпроект, это зря. Они продавали корпуса потом Индусам, и Индусы потом брали у нас уже эти силовые установки. Поэтому, да, поэтому тут полностью, нет, Сегран, я полностью согласен с теми сна. Но тут вопрос, как бы, знаешь, как в том анекдоте про зайчика, помнишь, как этот ходит волк по лесу, подходит к лисе, говорит, лиса, что ты делаешь сегодня, завтра с утра? Ну, я свободна. Ну, придешь, я тебя на завтрак съем. Ну, она грустная уходит, встречает там этого, встречает там барсука, говорит, барсук, что ты завтра делаешь? Говорит, ну, говорит, ничего, ну, приходи в обед, я тебя съем. Говорит, ну, грустный уходит, встречает зайца. Говорит, зайца, что ты завтра вечером делаешь? Говорит, ты занят чем-то? Говорит, он берет свой этот список, этот говорит, ты знаешь волк? Нет, я не могу прийти, и я буду занят. Ну хорошо, ну тебя тогда вычеркиваем. Это ж такое а спросить там, да? Конечно. Тигран, договори мысль, потому что ты на Индии, Тарас, вспомнил все, что хотел сказать про Индию. Да, я хочу сказать, что дело в том, что у Индии очень серьезная проблемность есть с Китаем и Пакистаном. В принципе, Пакистан является ресурсностью в том числе и для Турции, и для Азербайджана. Но в этой ситуации Индия может снять большое количество возможностей давить на Украину со стороны стран Ближнего Востока и Азии. Это очень важно, потому что Индия государство будущего. Индии пока закрыли рынки Европы и Америки на продажу вооружение. Вот там та-то группа индийская бьется, бьется, все, и рука у вас ничего у них не получается. А вот через Украину, если Индия зайдет, то уже можно будет поработать и с Польшей, можно будет поработать и со странами Балтии, и с Чехией поработать. А там, в принципе, можно будет подумать, если будет меняться, усиливаться Украина, изменится конфигурация Венгрии и Словакии. Я очень кратко хочу сказать для зрителей по поводу Венгрии и Словакии, важный тезис. Дело в том, что Словакия занимает подобную позицию по отношению к Украине из-за того, что боится Венгрии. Словакия боится фантомов Венгрии о том, что Венгрии и русские обещали отдать Южную Словакию после того, как они победят. Вот это все, что можно сказать о Словакии. Венгрии же обещали и турки, и русские. Венгрии же неожиданно из финского народа, потому что это финно-убрицы, стали турки. Да, они стали тюркцы, что не соответствует лингвистике, совершенной истории, но вот так Орбан решил, и они стали... Они Курлтай каждый год там проводят. Да, теперь они Курлтай проводят, ездят на тюркские мероприятия, это выбор, это выбор Орбана. Так вот, Орбану обещали, а это неадекватные обещания, которые не могут быть реализованы, вернут все венгерские территории. И, конечно, Орбан поэтому ведет вот эту неадекватную политику. Понятно, что румыны его не боятся, понятно, что сербы его не боятся, а словаки его боятся, они рядом. Хотя бояться нечего, словаки член НАТО, и венгрия член НАТО, но вот словаки боятся, и поэтому вот политика Фиццо это результат политики Орбана. Но это все временно, когда Украина будет восстанавливать субъектность, что значит субъектность? Украине нужно восстановить демографию. Чтобы восстановить демографию, необходимо будет привозить украинцев не только тех, которые уехали, но и украинцев, которые заселяют компактные территории. Дело в том, я приведу простой пример, в Румынии, в Марамурыше, живут самые, что ни на есть, украинцы гуцулы. В Румынии им делать нечего, они через 20 лет окончательно станут румынами. Нужно создать условия, привезти их в Украину. Такие русины живут, и лемки, и русины живут в Восточной Словакии, им там нечего делать. Нужно взять, привезти, то есть вокруг Украины есть территории компактного поселения очень правильных украинцев, но я утрирую, которые вот украинцы, украинцы, которых можно привезти, и это восстановит демографию. Подобные же поселения украинцев есть в Валилии, в Парагвае, в Бразилии, которые живут в местности. Аргентин. Их нужно просто взять, провести операцию и перевезти самолетами, как это делает. Как Израиль. И демография будет восстановлена, и никаких демографических проблем не будет. Просто нужна программа и стратегия реализации и реализовывать. Вот, в принципе, все, что нужно сделать. Так вот. Я, кстати, добавлю по поводу Словакии. Это в действительности фантомная боль. Одна из причин, например, ну, мало кто помнит, но вот Вторую мировую войну словацкие же войска вошли с немецкими войсками на территорию Советского Союза. Они же до Мариуполя, кстати, еще дошли. Одна из причин, одна из причин была как раз в том числе, ну, там же только был Трианонский мир только в 1920 году, там как раз вот север Словакии, вот это Кошице, и все это, как раз это же венгерские территории, ну, как считают королевство Венгрии. Одна из причин, почему они вступили в войну, они даже в Польше свои войска какие-то там мелкие послали, потому что тоже была вот ситуация, что венгры требовали, чтобы отдали им территории вот Словакии. Ну, вот это вот, по крайней мере, эту часть. И поэтому я абсолютно, это абсолютно реальная история, то, что Венгрия, Венгрия же как раз вступила в войну, во Вторую мировую войну, как раз из-за того, что они хотели восстановить историю. Это с этим исторический анекдот связан, знаешь, какой исторический? Они на всех напали, но... Не, не, исторический анекдот объявляет Венгрию войну Америки, вызывает Рузвельт своего советника, говорит, Венгрия объявила войну Америки, говорит, а что это вообще за страна, говорит, какая там вера, католическая, говорит, но возглавляет ее адмирал-протестант, адмирал, а у них есть выход к морю? Нет, выхода к морю у них нет. Она говорит, хорошо, так это королевство, я понимаю? Нет, это королевство, но он регент, там нету короля. Она говорит, а что они от нас хотят? Говорит, ну от нас они ничего хотят, они хотят от Румынии, потому что они у них забрали территорию. А, так они воюют с Румынией, говорит, нет, они воюют не с Румынией, они союзники воюют против Советского Союза. Ну вот эта, в действительности шизофрении, вот этот рассентимент, еще от тренированского мира, от действительности он присутствует в Венгрии. Я лично в Будапеште видел, я всегда тебе говорил, вот обратите внимание, Будапеште, вот в ресторанах, вот карта королевства в Венгрии, это же не лично, у Орбан сидит там их там вешает. Там и сентимент в действительности присутствует, но если у словаков такая проблема, я думаю, что им можно пообещать, что их никто не тронет, и думаю, что тогда все вопросы со словакией быстро будут решаться. Они не верят. Они не верят. Придется, придется. Тигран, ты в момент, когда поставил сложный вопрос для меня, я решил не просто на него не ответить сразу же и никогда, а взять еще и спросить у наших зрителей, что они по этому поводу думают. Я у них спросил следующее. Вы хотите, чтобы Украина стала государством леволиберальным или правоконсервативным? И четыре варианта ответов. Тут, кстати, не очень такие ожидаемые даже ответы. Мы леволиберальный проект, как Евросоюз. 8% ответили. Мы правоконсервативны, традиционны. 28%. Сложно определиться. 22% считаю вопрос некорректным. 42% победил в этом вопросе. Ну, у нас может быть правоконсервативным, но с левым уклоном. Потому что армия, потому что, ну вот опять же, армия, она содержание вооруженных сил, своя оборонка. Ну, как Израиль. Вот Израиль, опять же, там, мы сейчас знаем Израиль, вот как развитую страну. Да, там она богатая достаточно. А большинство своей истории, особенно до 73-го года, очень бедная страна, потому что все пахали на оборонку. В кибуцах бесплатно фактически работали, потому что, ну, пока не решили вопрос о своей безопасности. Когда решили вопрос о своей безопасности, пошли инвестиции, вот, сильно помогла еврейская миграция из Советского Союза, когда один миллион евреев с высшим техническим образованием туда приехали. Это же известная история, вот наши там оборонщики ездят в Израиль, там, общаются с этими компаниями, там, чуть ли не в любом цеху какой-то там компании, там, частной или государственной, ты встретишь русскоязычного человека, который либо КПИ заканчивал, либо Харьков заканчивал, либо Баумана заканчивал, это вообще как бы этот, ну, как бы это, ну, вот так нужно понимать все, так что так. Два слова хотел бы добавить. Дело в том, что все зависит от концепта. Как будет написано в концепте, так и будет. Дело в том, что еще 70 лет назад жители Пакистана даже не представляли, что они будут пакистанцами, потому что такого народа не существует, его нет и сейчас, но уже есть. И ядерным государством потом будет. Конечно. Написали качественную матрицу и начали ее реализовывать, мы имеем Пакистан. Дело в том, что в Азербайджане обижаются, армяне шутят, и не только армяне, что Кока-Кола старее Азербайджана. Это правда. Кока-Кола намного старше, чем Азербайджан и азербайджанский народ. В этом нет ничего обидного. И сто лет назад еще никто не знал в Азербайджане, что такое государство есть и есть такой этнос. Но сегодня это есть, потому что написали матрицу. Поэтому, если написать правильную матрицу для любой нации, любого народа, вложить в это деньги, то эта матрица будет реализована. Так это работает. Не истории, не можно иметь великую историю, ничего не делать и никуда не прийти и исчезнуть. Да. А можно не иметь никакой истории, написать матрицу правильную и прийти к хорошему результату. Поэтому неважно. У Украины эта история есть, потому что городу Киеву больше 1500 лет. Это факт. И когда стоял Киев, рядом не было ни одного города. Ни в Польше, ни тем более в Белоруссии, ни даже в Словакии. Не говоря уже о Венгрии. Но Киев уже был. То есть эта история есть, поэтому это не тот случай, когда надо что-то придумывать. В принципе. И до Рюрика эта история есть 500 лет в Украине. Целых 500 лет до Рюрика и есть прямая история существования государственности. Соответственно, не надо придумывать историю. Осталось написать матрицу будущего, которая будет реализована. Целась. Вот всё, что нужно сделать. Да. Спасибо, джентльмены. Прекрасная дискуссия этого пятничного вечера после обеденного времени, которую вы потратили. Спасибо вам, что согласились. Мне кажется, мы подняли рамку намного выше, чем примитивное обсуждение бойкота Саккара, который обсуждать-то не на что и не о чем. Поэтому ещё раз спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, все, кто нас смотрит на канал Тиграна Авокяна. Он прямо в ссылке у нас в заголовке и, конечно же, в описании. Подписывайтесь на Тараса Загороднева. Все ссылочки тоже есть. Всё. Всем спасибо. Всем пока. Спокойных выходных. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok